Что для счастья нужно школьникам, выпускникам, мы знаем, на отлично сдать ЕГЭ. Ведь совсем скоро наступит выпускной экзамен о том, как подготовиться к школьному испытанию и как поступить в ВУЗ. Сегодня поговорим с кандидатом психологических наук Юлией Водяха. Доброе утро. Доброе утро. Юлия, ну почему школьники так волнуются перед ЕГЭ, это понятно. А как обуздать этот страх? Конечно, безусловно, любой экзамен – это стрессовая ситуация. А стрессовая ситуация – это всегда определенное напряжение. Напряжение может быть очень позитивно сказываться на работе. В частности, хорошее напряжение, оптимальное, то, что называют психологи, оно будет концентрировать внимание человека, полностью фиксировать, позволять ему фиксироваться на задаче и достигать хороших результатов. Но напряжение может пройти точку оптимума и зашкаливать. Если напряжение зашкаливает, то человек не может вспомнить даже то, что он хорошо знал всегда и мог рассказать. Безусловно, наши школьники тревожатся, выпускники, и виной тому можем быть и мы, взрослые люди окружающих, учителя и родители, конечно, и средства массовой информации в том числе. Какие есть здесь ситуации, почему это происходит? Ну, во-первых, может быть, очень много информации идет о ЕГЭ, такое мифологическое, о том, какое нужно иметь отношение, что это самое значимое событие. Если ты не сдаешь ЕГЭ, то твоя жизнь просто превращается в нечто крайне неудачное. Есть опасения с точки зрения полноты и возможности полностью рассказать и доступно рассказать, изложить всю информацию о процедуре ЕГЭ. Может, я там что-то не знаю, там будут незнакомые люди. При встрече у меня будут проверять паспорт, еще что-то такое. То есть все вот эти вот причины, они, конечно, усиливают волнение сегодняшних выпускников, и это вполне понятно. Как родителям помочь своему ребенку? Может быть, есть какой-то специальный тренинг? Безусловно, есть специальные тренинги, которые под силу разработать любому школьному психологу. По крайней мере, мы своих студентов-психологов этому обучаем уже достаточно давно. Но есть и заказы, которые приходят к нам в Институт психологии для проведения подобных тренингов. Что должен знать каждый родитель дома? В первую очередь, он должен хорошо понимать, что не нужно говорить отрицательной какой-то информации, сообщать о ЕГЭ. Даже если он очень отрицательно относится к этому экзамену или говорит о том, что мы его не сдавали, и все было хорошо. Вот сейчас это не важно. Сейчас перед вашим ребенком стоит очень конкретная задача. Нужно сдать вот эту жизненную ситуацию, да, пережить ее, перейти на следующий этап. Поэтому не надо об этом говорить. Не нужно каждый день говорить дома, если ты не сдашь, что будет то-то, то-то, вот у меня нет денег для того, чтобы тебя учить в ВУЗе, еще что-то такое. Нагнетать, повышать ценность. Чем выше мы повышаем ценность, тем больше эмоций ребенок испытывает, и тем сложнее ему сосредоточиться. Что требуется от родителя? Помочь ребенку в организации его домашней работы. Например, 40-45 минут, перерыв 10-15 минут, обязательно со сменой вида деятельности встать, покушать, может быть, сладкий чай. 5-40-45 минут, опять перерыв, еще раз 40-45 минут, и после этого обязательно нужно полуторачасовую прогулку, обязательно на свежем воздухе. То есть это важно. Обязательный сон. Ночная тренировка совершенно неэффективна. Если вы что-то учите ночью, коэффициент полезного действия 35%. Утром у вас туманная голова, и вы помните только 35% из-за того, что это просто ночь. Есть такая фраза, мы дневные животные. Ну, интересно, вот распорядок дня это на самом деле хорошо. А есть ли какие-нибудь, может быть, волшебные продукты, которые помогают подростку сосредоточиться, лучше выучить этот или иный предмет? Ну, есть такие сведения о том, что орехи очень хорошо способствуют. Сейчас очень органит нуждается в глюкозе и составляющей такой белка. Мы напомним нашим телезрителям, что у нас в гостях кандидат психологических наук, доцент Института психологии УРГПУ Юлия Вадяха. Юлия, в Уральском государственном педагогическом университете есть какая-то психологическая подготовка абитуриентов, насколько я понимаю. Расскажите, пожалуйста, о них. Безусловно, у нас несколько проектов, в которых могут участвовать старшеклассники, они на них рассчитаны. Ну, во-первых, это школа юного психолога, которая позволяет решать очень многие проблемы молодым людям, выпускникам, не только стресс во время экзамена, но и совладающее поведение, то есть умение, способность ребенка, ну, уже взрослеющего, скажем так, да, отдельной такой самостоятельной личности пережить ситуацию стресса. Кроме этого, у нас есть специальный проект по работе с одаренными детьми, и у нас, конечно, очень эффективно, качественно работает центр довузовской подготовки, где под руководством кандидатов докторов наук современные выпускники могут подготовиться по любому предмету для сдачи ЕГЭ. Вот последний набор у нас будет, в частности, в апреле, полтора месяца, очень комплексно, емко. А вот, кстати, интересно, год от года наплыв студентов разный, то есть где-то больше за качество, где-то меньше, в этом году что ожидается, в частности, в вашем вузе? Ну, конечно, мы ожидаем наплыв студентов, говорить какие-то цифры очень рано, потому что это август, не раньше, потому что по итогам говорят. Ну, там какие-то демографические провалы или вскоки, наоборот, что-то есть такое в этом году? Ну, конечно, мы это все уже практически пережили, был такой период, сейчас у нас группы увеличиваются, желающих больше, и количество бюджетных мест тоже увеличивается. Вот сколько бюджетных мест предоставляет университет в этом году? Ну, мне очень приятно сказать, что наш вуз в этом году занимает второе место в городе, области и в Уральском регионе у нас 1322 бюджетных места будет предоставлено. И самое важное, наши студенты-первокурсники полностью обеспечены проживанием в общежитии. Ой, скажите, документы подаются в ваш вуз уже после окончания ЕГЭ, или это можно сделать раньше? У нас документы подаются 20 июня. В один день прямо? Нет, с 20 июня. 20 июня. Можно подавать документы, можно получить любую информацию на сайте вуза. Плюс к этому у нас проводятся дни открытых дверей. Следующий день открытых дверей будет 30 марта. Это последнее воскресенье марта в 10 часов. Приходите, пожалуйста, и вы сами сможете пообщаться с нашими руководителями подразделений, преподавателями, даже студентами, которые проходят нас обучение. Спасибо большое. Кандидат психологических наук, доцент Института психологии Уральского государственного педагогического университета Юлия Вадяха была сегодня у нас в гостях. Ну, а прямо сейчас мы узнаем, какие премьеры ждут нас в кинотеатрах сегодня.